Житель Шахтинска Андрей Шестопалов лишился руки на рабочем месте. Сейчас его жизни ничего не угрожает, однако нужен протез, который стоит около 4 миллионов тенге. Подробности в сюжете Николая Кравца. Я без руки, я, как говорится, уже полноценный человек. Андрей Шестопалов не может смириться с тем, что больше не сможет зарабатывать себе на жизнь. Молодой парень работает в компании «Апрель Кулагер», которая занимается производством колбасной продукции. Инцидент произошел в начале прошлой недели. Андрей, как обычно, находился на своем рабочем месте, за мясорубкой. Рукой он проталкивал мясо, и его затянуло под нож. Получается, я крутил, в мясорубку закидываешь ящик, и потом рукой мясо подталкиваешь. Попытались достать свои усилия, вызвали слесарей, а потом, когда приехала скорая, уже скорая вызвала МЧС. В центральной больнице Шахтинска ему ампутировали руку. Андрей говорит, что трагедии можно было избежать. Выключатель от самой мясорубки находился слишком далеко. Между тем, врачи оценивают его состояние как стабильное. Травму получил пациент у нас на производстве. Рука его затянула в мясорубку промышленную. Учитывая тяжелое состояние, больной в экстренном порядке был взят в операционную, где прооперирован и произведена ампутация верхней трети правопредплечья. Не может сдержать слез и бабушка Андрея. Лилия Новикова тоже когда-то потеряла ногу и знает, что это такое. Помочь внуку можно, но для этого нужны большие деньги. У нас сейчас одна надежда, чтобы мальчику протез раздобыть. Он стоит 4 миллиона. Денег таких нет, хоть кто-нибудь бы помог. У него вся жизнь впереди, он не сможет даже обнять свою любимую дебушку. У него руки нет. Поможет ли бывший работодатель компания «Апрель Кулагер» – неизвестно. Получить комментарий, к сожалению, нам не удалось. Директора не было на рабочем месте. Как говорит сестра пострадавшего парня, Андрей на этом производстве раньше был разнорабочим. Спустя время его поставили работать около мясорубки. Я единственное людей призываю, которые не оставайтесь равнодушными. Если мы так и будем молчать, так и будет продолжаться, не создаваться условий труда, и будете вы работать в таких условиях. И с вами, и с вашими родственниками может произойти то же самое. Николай Кровец, Жаслана Мандыков, Асхат Эбидулов. Первый Карагандинский.